И всем привет ребят, с вами Старванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное вооружение, которое я тестировал получается 2 недели назад, но уже спустя это время у нас появились изменения в балансе и в работе этого корпуса, ну и плюс заодно еще и торпедную комбинацию с пушкой. Мы сегодня будем реализовывать, поэтому попробуем и посмотрим, что у нас из этого всего дела на сегодняшний момент времени есть в балансе, это или не в балансе, после 2 недельного обновления у нас получается изменился баланс Аспа и Харька, сначала ему сделали супер жесткую поворотливость, сейчас же ее чуточку пофиксили и пофиксили в каком ключе я честно говоря не смотрел, поэтому сегодня мы вместе с вами все это дело рассмотрим в рамках этого видеоролика, если вы ждали этот видос и вам нравится игрового формата видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарных салф на 20 тысяч танкоинов, для этого у вас трогеровый аккаунт, если у вас есть личный такт, как ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форум, которая есть в описании. Что же касаемо нашего васпа фриза, то сегодня мы берем именно это вооружение, васпа фриз с шоковой заморозкой, это комбина супер торпедная и комбина, которая работает всегда у нас в матчмейкинге и работает довольно таки эффективно, ну и под эту комбиночку мы возьмем, 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 возьмем ловкача защитника, защитника, давайте возьмем защитника, потому что скорости в принципе у нас и так будет хватать, а вот хпшки в моменте может мне не хватить, поэтому давайте возьмем защитника, ну и отправляемся в быстрый бой. Две недели назад васпик сделали такую жесткую поворотливость, что он просто вокруг своей оси мог поворачиваться максимально быстро, то есть и в дрифт входил корпус, и маневренность у него стала очень жесткая, сейчас же эту маневренность чуточку, как я понимаю, пофиксили, ну и вопрос лишь только в каком ключе, да, то есть насколько сильно пофиксили, то есть сделали что-то между, либо сделали прям очень-очень сильно меньше, так, но она все равно резкая, да, но меньше резкости, короче, сделали, сделали меньше резкости васпу. Так, катка у нас 3 минуты до конца, давайте мы лучше перепикнем, потому что 3 минутки это, ну, наверное, маловато для обзора, я, конечно, мог и за 3 минуты обзорчик сделать, но давайте попробуем запикаться куда-нибудь в побольше каточку. Ну и там плюс ТДМ-ка для васпа-фриза, шоковые заморозки, ТДМ-ка, наверное, не очень хорошо. Так, а вот здесь вот уже будет нормально, я думаю, 7 минут до конца, сандал, летим 0-3, захват флага, ну и такая комбинация, я считаю, что идеальна как раз для реализации нашего васпа-фриза. Да, падает оверка на центре, попытка побороться за нее, отлично, так, ну и теперь нам надо только реализовать свое вооружение, нам надо только реализовать свое вооружение, да, вот видите, за счет этой поворотливости теперь невозможно заморозить оппонента. То есть даже если ты морозишь оппонента, все равно он может выкрутить корпус на легком танке, да, то есть на васпике, на харьке теперь раскруточка работает, даже против шоковой заморозки. Но шоковая заморозка, кстати, по балансу вообще прям очень сильная, прям очень сильная, если честно. Так, попробуем заехать, бомбу куда-то воткнуть, например, сюда, блин, бомбочку-то я вроде неплохую поставил. Ну, сыграет ли кто-то под эту бомбу, баспику на что-то там попытался, здесь харек, пытаемся харьку сразу накидать, ага, отлично, нормально, на ДД как раз переключился, идеально просто, когда у него танк заморожен, на ДД переключаться, до сих пор игроки не знают, что это не работает, это круто, при том, что игрок явно играет довольно много в нашу игру, ну, исходя из того, что я вижу. И он до сих пор не знает, что при ДДшке у него при заморозке не будет этой ДД. Так, ну ладно, так, у нас резиста от рельсы нету, да, можно будет сейчас резист поменять 5 минут до конца боя, хотелось бы вообще хотя бы увести один флаг. Мамонт пытается жестко дефить. Ну и у него это получается, так, рельса, рикошет, гром, рельса, рикошет, гром, что-то в этом духе нам надо взять, рикошет, гром, так, рельса, рикошет, гром, давай, берем резист. Так, что-то тут игроки уже повылетали, это уже какие-то додосинги, что ли, или что тут происходит, не знаю, я переодевался, там какой-то подлаг просто был, я так понимаю, что на этом подлаге повылетало все, так, здесь у нас жесткий кузинг, отлично, еще и на минус противника скинул, но у меня команды нету, к сожалению. К сожалению, у меня команды нету, у противников есть плотная защитка, поэтому довольно тяжело все это дело пробить, но хотя бы один флаг надо увести, хотя бы один флаг надо увести, у нас тиммейты пока повылетали, противник этим пользуется, сразу хочет доставлять здесь флагов, но мы можем, конечно, с этим побороться. Так, неплохая бомбочка тиммейта, страховочку надо ему, нет, наверное, сам уйдет, мы попытаемся здесь просто на урон сыграть, здесь на урончик, здесь на заморозочку, здесь на добавочку тиммейт доставляет, отлично, 4-1, 4 минуты до конца, в принципе, есть шанс даже камбэкнуть эту катку. У нас, в принципе, даже неплохой тиммейт есть, который когда-то на точках играл, когда-то на точках играл, поэтому есть шанс, в принципе, камбэкнуть, даже постараться эту катку. Давайте пробовать. Мамонт овердрайв появляется, неплохо. Попросто. Очевидно. Он здесь прожимается, так, ну и хантер увозит флаг еще. Урончик надо от нашего тиммейта, урончик, 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 хорошо, отлично, а он с приваренной башней играет, серьезно? Это чел, с приваркой играет, наверное, это не тот игрок играет, который, которым я знал, может уже кто-то другой на этом аккаунте играет. Вот игрок явно с приваренной башней не должен был играть. Так, попытка от возинга, попыточка от возинга, диктатор мне страховочку дает, отлично, отлично, харька здесь нормально контролим, четко, вторая доставочка есть, шикарно. Потихонечку начинаем камбэкать эту катку, и в целом все, что нам надо, блин, как будто еще и скорость у вас постала больше, нет? Есть такое ощущение, как будто еще и скорость стала поинтереснее смотреться, мне прям нравится. Единственное, как будто танк стал суперлегкий, в минус падает очень легко, как раньше, плюс-минус. Так, попытка от воза от противника, отлично, наш тиммейт контролит, вас пытаются отвозить на центр. Траектория не очень хорошая, конечно, но нужно было попытаться, так, здесь у него проблемы, пытаемся свернуть, отлично, так, хорошо, харек тут рифтует, я пока быстренько, ай-яй-яй-яй-яй, только нет-нет-нет-нет, чуть-чуть не успел я, чуть-чуть я не успел, думал, что этот хантер вообще не прожмется. Но он все-таки прожался, прожался, так, наш вас пытается отвозить, отлично, боссы есть, попытка размена, попыточка размена, гранаточку на ход ножки такую набрасываем, так, и просто в упорчик к противнику лезем, чтобы подорвать. Хоть кого-то, чтобы подорвать, минута сорок, два флага нам надо за минуту сорок, реально за минуту сорок два флага поставить, так, вас пик, бери мамонт, бери дружище, давай полетели. Полетели, нам нужен возврат, ребяточки, нам нужен возврат, нам надо как-то сделать возвратик, у меня 90%, контролит, питается, по крайней мере, законтролить хантер с приваренной башней. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй-яй, надо было в хантера вообще не упарываться, можно было сейчас вернуть флаг спокойно. Можно было спокойненько вернуть. Наш тиммейт просто слил оппонента, тан летит. Блин, на меня сливает 50 секунд до конца боя. Очень сильно я хотел вернуть флаг, сейчас флаг сам вернется. Его никто не подбирает. Да, его никто не подбирает, сейчас сам вернется. Сейчас вернется просто. Он вернулся, давайте ставим, ребяточки, ставим, 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 ставим. Ой-ой-ой-ой, он не понял, что он вернулся, да? Там еще и хантер его накручивает. Креба какая-то жесткая, брен, какие игроки, конечно, играют в матчмейкинге, это просто ужас. Ставь, дружище, ставь, пожалуйста, быстрее. Быстро, быстро, доставочку, быстро, доставочку. Быструю доставочку сделай, хорошо, четко, еще 15 секунд есть. Успеваю ли я ворвать? Успеваю ли я ворвать? Что время? Давай, 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 давай. Ай, хп не хватит. Хп просто не хватило. Если бы хп было бы, я бы, наверное, успел бы четвертый флаг поставить. Но в целом даже с такой катки удалось неплохо реализовать свою комбинацию. Что касаемо васпа. То вот эту вот резкость как раз таки ему убрали И в принципе сейчас корпус стал довольно таки приятный такой по балансу И комбинация все так же смотрится имбовой Да, шоковая заморозка жестко морозит При этом имеет очень хороший урон Ну и в принципе эффективность этого вооружения на сегодняшний день до сих пор является очень и очень хорошей Пишите что вы думаете по поводу этой комбинации Обязательно поддержите данный видос лайком если вам понравилось Подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны Ну и пишите какие вооружения вы бы хотели увидеть на обзор в ближайшее время У меня друзья на этом все, всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока